Идут разговоры о том, какие пигменты лучше, перманентные или татуировочные. Начинающие мастера вообще не понимают, с чего начинать и какие плюсы и минусы в работе теми или другими пигментами. Если вы мастер перманентного макияжа и не можете понять, с чем же работать лучше, в этом видео я все вам подробно расскажу. Давайте начнем с минусов перманентных пигментов. Первый минус. Маленький остаток. Почему это происходит? Пигмент в кожу вносится сложно. Через месяц приходит ваш клиент на коррекцию. Вы видите, остаток очень маленький. Клиент недоволен. Почему это происходит? Перманентные пигменты. Это чаще всего очень такая густая жидкость, как сметана обычно. Но это не высоко концентрированные пигменты. Производители пигментов, скорее всего, хотят просто привязать мастера к постоянной покупке своих пигментов. Потому что, во-первых, клиент не рад, хочет ярче. Во-вторых, маленький остаток пигментов в коже, соответственно, носится меньше. И вы будете покупать этих пигментов больше, делать процедуры чаще. Ну и, естественно, вы привязаны цепью пигмента к производителю. Я не производитель перманентного пигмента. Это такое мое оценочное осуждение. Но мне кажется, что логика именно такая. Второй минус. Бесконечно долгая работа. Чем ниже концентрация пигмента, тем дольше и сложнее вы будете вносить его в кожу. Процедура длится дольше. Кстати, из-за этого, из-за долгой работы, через месяц, когда заживет полностью кожа, остаток тоже будет меньше. И из-за того, что вы долго работаете, клиент недоволен. В итоге вы сможете принять меньше клиентов, заработать, соответственно, тоже меньше. Третий минус. Это то, что спустя год многие перманентные пигменты уходят через красный цвет. Это очень не нравится клиентам. И то, что я наблюдала, выглядит совершенно некрасиво. И красные цвета чаще всего очень сложно удаляются лазером. Почему это происходит? Производители пигментов, опять-таки, возможно, пытаясь продлить срок носки и сохранить красивый коричневый цвет, делают красный цвет в пигменте наиболее светостойким из всех. То есть разрушаются все цвета, кроме красного. И ваш клиент спустя год-полтора приходит к вам с красными малиновыми бровями. Возможно, еще одна версия. Это то, что производители пигментов, понимая, что многие мастера будут неопытны работать с их пигментами, сразу пытаются защитить клиента, делая пигменты более теплыми. Потому что чем глубже, вы знаете, тем холоднее будет выглядеть любой пигмент. Четвертый минус перманентных пигментов – это высокая цена. Реально за этот маленький пузырек с разбодяженным загустителями пигментом вы заплатите гораздо больше, чем за такой же пузырек с концентрированным татуировочным миксом. Производители перманентных пигментов пытаются сделать так, чтобы одно и то же действие, то есть работа мастера, внесение пигмента в кожу на теле и на лице, выглядели как совершенно разные процедуры. Как будто, я не знаю, это уже полостная операция. То есть это уже медицина якобы. И более сложно. Татуировочные пигменты используются мастерами на теле в огромном количестве и продаются в больших баночках. Производители татуировочных пигментов просто бы не выжили. Никто бы не покупал пигменты для татуировок по завышенным ценам. В случае же с перманентными пигментами, их уходит на лицо маленькие зоны, достаточно немного, и им можно задрать цену повыше и продавать их дорого. А что, так можно было, что ли? Теперь о плюсах перманентных пигментов. Первый плюс – это то, что вероятность ошибки, совершенной мастером во время работы, будет ниже. Что это значит? Во-первых, пигменты более теплые. Во-вторых, они менее концентрированные. И если мастер заглубится, то с большей вероятностью цвет будет все-таки более приемлемым, чем если бы он работал татуировочными миксами, где очень высокая концентрация пигмента, и, соответственно, каждая мелкая ошибка видна сильнее. Кстати, если вы на «вы» с колористикой, вы не понимаете, почему меняется цвет, как подобрать оттенок, что такое эффект тиндали, то вы можете посмотреть вебинар, который мы подготовили специально для вас. После него у вас не останется никаких вопросов. Посмотреть его можете, перейдя по этой ссылке. С плюсами перманентных пигментов мы закончили. И мы переходим к минусам татуировочных пигментов. Первый минус татуировочных пигментов – это то, что они почти не прощают ошибок. То есть вы можете очень легко заглубиться, поставить пятно, и долгое время мы вообще не продавали свои миксы тем, кто на них не учился работать. Именно потому, что мы опасались, что нашими пигментами начинающие мастера начнут портить лица. Наши пигменты – это именно те, которыми работают моя школа и студия – это миксы татуировочных пигментов. Кстати, купить эти пигменты вы можете, пройдя вот по этой ссылке. Второй минус татуировочных пигментов – это их огромное количество и сложность смешивания между собой. Скорее всего, если вы делаете это первый раз, вы получите какой-то непредсказуемый цвет и совершите ошибки. Я уже 9 лет работаю татуировочными миксами, мешаю их сама и постоянно нахожу, что в них улучшить. Поверьте, это не такое уж и простое дело. И это с учетом того, что я профессиональный художник и мешаю цвета всю свою жизнь. На этом о минусах татуировочных пигментов все. Сейчас я расскажу вам об их плюсах. Первый плюс – это возможность укладывать с первого прохода. То есть вы реально можете поработать 30 минут и без анестезии. И сделать при этом полноценную процедуру, минимально травмируя кожу. Что в итоге, как вы знаете, приведет к тому, что после заживления пигмента уход будет минимальным, потому что кожа травмирована мало, пигмент внесен в кожу быстро, восстанавливается она проще, и клиент ваш будет счастлив. Второй плюс – это легкая регулировка насыщенности. Вы можете это делать, просто меняя концентрированность вашего пигмента, добавляя в него просто воду. Если вашему клиенту нужны очень яркие брови, не разбавляйте пигмент, добивайтесь этого техникой. Если вашему клиенту нужны полупрозрачные, или вы начинающий мастер, просто добавьте воды. Но это, конечно, не простая вода из-под крана. Мы используем стерильную воду для инъекций. Третий плюс – это то, что вам хватит этой баночки надолго. Вы не будете без конца бегать в магазин, докупать новые цвета, потому что они уже кончились. Еще один плюс – это экономичность. Потому что маленький 12-миллилитровый пузырек Биотека, например, стоит 4,5-5 тысяч рублей. 15-миллилитровый пузырек высококонцентрированных тату-пигментов стоит в районе 2 тысяч рублей. На одном пузырьке татуировочных пигментов вы сможете сделать в 5 раз больше процедур, чем на таком же перманентном. И последний плюс – эти пигменты не уходят через красный цвет. Я вот еще ни одних не встречала татуировочных пигментов, которые уходят через красный. Но вы должны помнить о том, что использование татуировочных пигментов не гарантирует вам того, что они не уйдут у вас через сизый или серый цвет. Дело в том, что сейчас на рынке пигментов огромное количество суперспециалистов, которые продают свои пигменты, не имея должного опыта для их создания, не проверив их работу годами. И у татуировочных миксов, которые создавали таким образом, то есть не проверяли, не тестировали долго, а просто разлили, упаковали и продают как суперпигменты, вы можете столкнуться именно с таким вариантом ухода их через время. Итак, что же делать мастеру, который только собирается выбрать пигмент, он недавно прошел обучение, или мастеру, который работал долгое время на перманентных пигментах и теперь хочет работать татуировочными миксами? Я рекомендую однозначно работать татуировочными пигментами. Не ведитесь на этот маркетинговый шум, который создают для вас производители перманентных пигментов. И если вы не уверены, что сможете работать с концентрированными, кроющими татуировочными пигментами, вы можете пройти по ссылке на наш сайт по обучению, на котором дистанционно мы научим вас работать правильно с татуировочными пигментами, и наши кураторы вам в этом помогут. Если у вас есть любые вопросы, вы можете задать их в комментариях прямо сейчас, я лично отвечаю на них. И как всегда, если я была вам полезна, ставьте лайк, подписывайтесь, и ждите выхода новых видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!